В многомиллионном Петербурге зарегистрировано всего 552 несовершеннолетних с алкогольной и наркозависимостью. Такую статистику озвучили на пресс-конференции представители наркологической клиники Северной столицы. Среди зарегистрированных постоянных пациентов наркологической больницы семь человек. Пять из них имеют зависимость от психоактивных веществ, у двоих алкоголизм. Остальные подростки попадали с наркологическим или алкогольным опьянением всего раз и находятся под профилактическим наблюдением. При этом медики отмечают резкое снижение первичной заболеваемости среди подростков за последние годы. Основной причиной в случае с психоактивными веществами стало закрытие большого числа нарколабораторий. Что касается алкоголя, те мероприятия, которые были введены, а именно ограничение продаж алкоголя и ужесточение определенных санкций, с 2010 года снизилась первичная заболеваемость у нас в 2,3 раза. Большое значение имеет также правильно организованный досуг, считают специалисты. Чем меньше у ребенка свободного времени, тем больше вероятность, что он не станет жертвой наркотиков. Потому все лето в лагерях и клубах по месту жительства проходили интерактивные игры, квесты, мастер-классы, а также беседы с детьми о пользе здорового образа жизни. Охватить удалось около 140 тысяч юных петербуржцев. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Возможно, именно это повлияло на то, что за три теплых месяца не было зарегистрировано ни одного случая отравления запрещенными веществами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова